Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Жители и новые узники жалуются на то, что общественный транспорт не приходит на остановки вовремя. А проблемы с автобусами в репортаже Марка Дышко. Почему в Караганде не работают скорости меры и почему растет количество ДТП? Об этом сегодня говорили в областном окрасе. Недостаток на сегодняшний день водительского состава, недостаточный опыт, интенсивность движения. Сегодня в стенах Карагандинского областного музея изобразительных искусств проходит выставка фотохудожника Валерия Арнта. Подробности в репортаже Сергея Журавлева. Для того, чтобы попасть на работу, жителям новой узинки приходится ждать на остановках больше часа. А выходные автобусы в поселке вовсе увеличивают интервал до 3-4 часов. По словам изможденных ситуаций людей, такой график общественного транспорта доставляет немало хлопот. Новоузенцы регулярно опаздывают на работу, а иногда не могут вернуться домой. Репортаж Марка Брюшко. Да, вот опоздали, проспали на 2 минуты, автобус ушел. Теперь проспал на работу, можно сказать. Олег Бабенко живет в доме по улице Лизы Чайкиной прямо за автобусной остановкой. Однако это никак ему не помогает. Молодой человек рассказывает, чтобы добраться на работу из новой узинки в Караганду, ему и другим жителям поселка приходится ждать автобус более полутора часов. В будние дни они ходят ничего, а в выходные дни желательно, чтобы они ходили, потому что люди стоят по часу, по полтора на работе. Утром иногда невозможно уехать. У нас такой район, что ты в город не доберешься и из города не доберешься. Уже в течение нескольких лет, рассказывают местные жители, по поселку ходят только три автобуса – 37-й, 55-й и 73-й. Едут они практически все в одно время. Потом до двух часов затишье. Жители новой узинки уже попросили администрации автопарка сократить интервал движения до 10 минут. Однако ответа так и не последовало. Только в час пик их можно найти, в течение дня они вообще не ходят. Это можно сказать, как поезд по расписанию. Если немножко опоздал, то опоздал на работу, значит. Постоянно, это так постоянно у нас. Пол восьмого последний автобус ходит. Потому что, получается, если люди работают часов до восьми, то домой уже не доберешься. Все три маршрута относятся к автобусному парку номер пять. Мы созвонились с администрацией автопарка и договорились о встрече. Однако по прибытию на место нас не пустили на территорию предприятия. Съемочную группу заверили, что руководства нет. Однако через мгновение с территории автопарка выехала машина. За рулем главный инженер компании. На камеру говорить он отказался. Однако признался, что у пассажира-перевозчика попросту не хватает водителей. Из-за низкой заработной платы никто не хочет устраиваться к ним на работу, пояснил мужчина. Проблемы, связанные с общественным транспортом, наверное, найдутся в каждом городе нашей области. Не самому, чтобы попасть на работу, каждый день приходится подолгу дожидаться автобуса. Что еще сказать? Остается надеяться на то, что после того, как власти автопарка увидят наш сюжет, они все-таки пустят по злополученному маршруту дополнительные единицы транспорта. Марк Блюшко, Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВАРИЯ Обстоятельства случившегося объясняются. Вот номера поснимали. Он летел на 140. Мы уже завершали маневр, выезжали. Уже заезжали на бульвар. Он оттуда аж летел. Видя, что мы маневр делали, он на нас летел на такой скорости, 140. На Юго-Востоке и в Майкудуке будут отключать свет. В связи с ремонтными работами, связанными с реконструкцией электросетей, с 26 по 1 августа намечено отключение электроэнергии по Октябрьскому и Юго-Восточному районам с 8 утра до 8 вечера. Двух жителей Бухаржираусского района полиция подозревает в убийстве и сожжении. Мужчин задержали, они уже сознались в том, что убили. А после, пытаясь скрыть следы совершенного преступления, сожгли тела своих земляков. На днях в степи в трех километрах от села Уштабе Бухаржираусского района на мусорной свалке нашли обугленные фрагменты человеческих трупов. Полицейским удалось установить, кому принадлежали обнаруженные останки. Оказалось, что люди были без вести пропавшими. Задержанные дали признательные показания, что убили мать и ее сына, затем вывезли их тела в степь и зажгли. Выйти на преступников удалось благодаря унанной ими машине погибших марки ВАЗ и по предварительной версии именно машина стала причиной смерти. Ведется следствие. Тройка карагандинских аферистов решила кинуть в Евразийский банк. Они нацелились на 6 миллионов тенге, но афера хороша только в кино с актерами мирового класса. Наши жулики не поднялись выше уровня Шуры Балаганова. Их афера лопнула, как мыльный пузырь. Деньги нужны всем. Одни их зарабатывают, другие пытаются хапнуть много и сразу. Только это редко удается. Финал обычно всегда один. Зарешоченное окно и надолго. У некоего Акимова родилась идея обогащения. Он поделился с ней с Сулейменовым. Последний свел Акимова с цимбалом. Сговор состоялся. Акимов, который работал в отделе беззалогового кредитования Евразийского банка, воспользовался доступом к компьютерам и на открытый цимбалом счет перевел 6 миллионов тенге. Дважды жулики сняли в разных местах деньги на сумму 3,5 миллиона. На этом их призрачное счастье закончилось. Когда они попытались уже 29 марта 2013 года снять 2 миллиона 500 тысяч тенге, эти действия были пресечены сотрудниками банка. Затем они были содержаны. Трио аферистов благополучно перебрались на нары следственного изолятора. Их ждет гуманный суд. Почти 600 миллионов тенге заплатят автолюбители региона за нарушение правил дорожного движения. Такие данные привел начальник управления дорожной полиции области. Он также отметил, что количество ДТП с начала года увеличилось на 34%. Состояние безопасности на дорогах сегодня обсудили в областном Акимате на заседании межведомственной комиссии. Среди ярых нарушителей – водители общественного транспорта. В регионе зафиксировали более 1300 нарушений правил дорожного движения пассажироперевозчиками. Об этом рассказал начальник управления дорожной полиции Ерик Маканов. С перевозчиков особый спрос. На их плечах лежит ответственность еще и за многочисленных пассажиров. Потому главы автопарков сегодня под прицелом властей. Вот, к примеру, директор третьего автопарка Артур Григорян рассказывает, что они делают, чтобы поездка на автобусах стала безопаснее. Проведено 6 советов БТ ежемесячно, 11 плановых и внеплановых инструкторжей, выпущено 8 стенгазет и 24 раза проведено встречи с дорожной полицией. Вот так стенгазетами перевозчики пытаются перевоспитать водителей общественного транспорта. Тут же господин Григорян назвал основные причины, почему количество аварий и фактов несоблюдения правил дорожного движения растет. Оказалось, что персонала не хватает, а те, что есть, без опыта. Недостаток на сегодняшний день водительского состава, недостаточный опыт, интенсивность движения, существующая дорожная ситуация. Между тем, глава региона сделал замечание управлению дорожной полицией. Мол, в городе почти половина скоростемеров не функционирует. Высокопоставленные полицейские пообещали, до середины августа все радары заработают. Где-то 10 августа, я лично вам доложу. Тем временем назвали самую аварийную дорогу республиканского значения. 51 ДТП произошло за полгода на трассе Астана-Караганда-Алматы. Тем не менее, власти делают все, чтобы дорожное движение стало безопасным. Решить проблему хотят большими деньгами. Впервые за последние 7 лет бюджет департамента в этом году составляет 10,5 млрд. Из них на реконструкцию капитальный ремонт 8,5 млрд. На средний ремонт направлены средства 1,140 млрд кингер. Подытоживая заседание, глава региона Болжан Авдишев поручил ужесточить контроль за обеспечением безопасности дорожного движения. У нас до сих пор времени, разговоры с высоким телефонам, частные исходства, нерегулированные парковки, неустановленные места и так далее. Вот эту работу надо было системно делать. Ирина Камышова, Тульгин Рашитов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Кроме того, на заседании межведомственной комиссии подняли вопрос профилактики правонарушений. Вот, к примеру, в областном центре создают общественные формирования, которые оказывают содействие в охране общественного порядка. На сегодняшний день в Караганде их уже 12. В 10 микрорайонах созданы советы общественности при участковых пунктах полиции. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений в подростковой среде. Создан центр по работе с молодежью, задачу которого входит формирование правовой культуры среди молодого поколения. Аналогичная работа проводится в Балхаше, Шетском и Женаркинском районах. Глава региона дал поручению полномоченным ведомствам, а также акимам городов и районов использовать принцип нулевой терпимости по отношению к правонарушениям. Я прошу от вас системную работу, чтобы каждый день люди знают, что за то, что они ломают, мусорят, нарушают и так далее, за это отвечают. И мы должны получать это. Это вот все основы всех вот этих правонарушений, которые безответственности, безнаказанности, которые порождают потом последствия все остальные люди. В Казахстане выпустят купюры номиналом 20 тысяч тенге. Банкнота будет юбилейная, посвященная 20-летию тенге. Правда, что из себя будет представлять новая купюра, пока неизвестно. Причем выпуск юбилейной банкноты не имеет никакого отношения к инфляции и девальвации. Об этом заявил председатель Нацбанка Григорий Марченко. С приветом из Германии. В Караганде проходит выставка работ немецкого фотографа Валерия Аренда. Уроженец Караганды, нынче проживающий в Европе, решил сделать подарок своим землякам. Насколько по душе пришлась экспозиция карагандинцам, узнавал Сергей Журавлев. Валерия Аренда не случайно организовала свою первую фотовыставку «Счастливое детство» именно в Караганде. Здесь его родина, здесь прошло его детство, здесь все его близкие люди. Он организовал именно для них и для нас, карагандинцев. Забавные детские лица на фоне воздушной природы, трогательные семейные портреты и пейзажи. Именно такие фотографии были выставлены на выставке начинающего фотографа. Здесь же есть и работа, которая вошла в десятку лучших на международном конкурсе в Германии. Персональная выставка на исторической родине непременно станет для молодого художника трамплином в его карьере. Учеба на архитектурном факультете, она, конечно же, сказывается на его работах. Это любовь к городским пейзажам, это любовь к красивым домам. Который он очень много фотографирует. И Валерий Аренд, он молодой папа, у него двое детей. И, естественно, как у молодого родителя, большая любовь к детям и очень много детских фотографий. К сожалению, сам фотохудожник не смог приехать в родной город. Его работу представлял его дядя, знаменитый скульптор и художник Араганды Виктор Аренд. Родственник восхищен работами Валерия. Когда дети снимают детей, они же непосредственные. Они не играют, они не фальшивят. И здесь только проявляется мастерство самого фотографа, фотохудожника. Как он это сможет увидеть, как он запечатлеет. Ну, на мой взгляд, получилось очень неплохо. В субботу, 27 июля, поликлиники Араганды приглашают горожан на день открытых дверей. С 9 утра до 15 часов дня будет проходить всеобщая оздоровительная акция «Здоровая суббота». Торопись, не спеша приходи в поликлинику, которой ты прикреплен, и получи бесплатные консультации. Для молодых семейных пар, мамочек и детей «Здоровая суббота» распахивает двери всех поликлиник. Выбирайте врачей по своему усмотрению и необходимости. Номерков не надо. Население, которое прикреплено к нашей поликлинике, они могут пойти в профилактический скрининговый осмотр. То есть они могут сдать анализы на сахар, на появление сахара крови, холестерин, внутриглазное давление при этом могут, а также получить консультации специалистов – гинеколога, терапевта, педиатра и другие узкие специалисты. Также в этот день будут работать психологи. Все эти исследования и консультации бесплатные. Есть уникальная возможность попасть к труднодоступному врачу. Воспользуйтесь ей. Лучше посвятить один выгодной день здоровью своей семьи, чем месяцами лечить невыявленный недуг. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит новости спорта. С ними вас ознакомит Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Чемпионы по Тайквондо и другие новости через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Завершились ответные матчи казахстанских команд, выступающих в Лиге Европы. Павлодарский Иртыш, приятно удивив своих болельщиков победой над крепким Левский, неожиданно уступил менее известному футбольному клубу из Боснии «Широкий Бриек», проиграв по сумме 4-3. А вот Актюбе на классе разделался с норвежским хедом. Неожиданно уступив в первой игре 1-0, актюбинцы дома уверенно обыграли гостей 2-0 и вышли в следующий раунд, где встретятся с исландским Бридабликом. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 1 и 8 августа. Первую игру казахстанская команда проведет дома. В здании Дворца спорта имени Нуркена Абдирова состоялось заседание коллегии Управления туризма и физической культуры и спорта Караганинской области. На повестке дня отчет начальника местного управления спорта Натальи Зухоруковой за первое полугодие. Прослушалась информация об итогах работы акиматов города Тимиртау, Балхаш, а также Бухожиравского, Абайского, Жанаркинского районов, о населении систематически занимающихся спортом. В заседании принимал участие заместитель Акима Караганинской области Бесимба и Жумабеков. Одно из проблем, я считаю, что нужно с этих частных спортивных залов получить работу по отбору тренеров и их какой-то аттестации. В четверг во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялась пресс-конференция с участием спортсменов и тренеров, участвовавших на чемпионате мира по тейквондо в Болгарии, где сборная Казахстана стала серебряным призером турнира. С 14 по 23 июля в столице Болгарии, городе София, прошел чемпионат мира по тейквондо среди мужчин. В соревнованиях принимали участие около 800 спортсменов со всего мира, среди которых было и 5 спортсменов из Караганды. Станислав Лямин в личном зачете завоевал золото. Владимир Смолин и Станислав Тин заняли пятое место, проиграв в полуфинале. Максим Фу и Евгений Шим стали серебряными призерами чемпионата мира в программе по специальной технике в командном зачете. Было нелегко, соперники все были гораздо серьезные, гораздо сильные. В финале мне удалось выиграть спортсмена со сборной России. Сборная России всегда считается лидерами в этом виде спорта. Также я выиграл за выход в финал спортсмена с Украины. В первых кругах мне попали спортсмены с Новой Зеландии, с Кипра, с Японии. В общем, я оказался сильнее и завоевал золото на этом чемпионате мира. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас будет интересная информация по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин